Итак, коллеги, добрый день. Проверим, хорошо ли нас слышно. Пишите в комментариях. Так, видим плюсики. Отлично, нас слышно. Замечательно. Итак, давайте начинать. Сегодня поговорим про то, как сэкономить тысячу часов в департаменте логистики. Для начала я представлю своего коллегу Денис, наш эксперт в области транспортной логистики. И я, Татьяна, менеджер по работе с клиентами. Немного о тайминге. Так, секунду. Так, немного о тайминге. Вначале я подниму вопросы о сложностях, которые возникают перед логистами. И далее Денис подробнее их раскроет и расскажет о способах их решения. И 10 минут мы отведем на ваши вопросы. Итак, начнем. Многие из вас хорошо знакомы с компанией «Аксилот». Для тех, кто впервые с нами, немного расскажу о нас в цифрах. На сегодняшний день мы уже 26 лет на рынке России. Имеем 4 представительства в таких городах, как Киров, Красноярск, Санкт-Петербург и Москва. Разработали 5-е поколение программных продуктов. В компании штат сотрудников более 350 человек, которые занимаются развитием и внедрением компонент-платформы управления цепочками поставок. Это позволяет реализовывать более 100 проектов в год без потери качества. На исследование и развитие компания ежегодно тратит более 10% выручки. Системы «Аксилот» помогают нашим коллегам в 20 странах на карте мира делать свою работу быстрее и качественнее. Итак, любая компания, которая связана с доставкой, стремится эту работу сделать максимально эффективной и удобной. Как правило, работа департамента логистики проходит в двух направлениях. Спланировать перевозку и отследить факт доставки. Когда в отдел логистики поступает заказ, задача логиста – правильно обработать и распределить заказ, выбрать для перевозки подходящую транспортную компанию с подходящим автопарком. Факторов для планирования, как правило, несколько. География, время доставки, а также специфические условия транспортировки, например, доставка медикаментов, замороженных продуктов и опасных грузов. Далее логистика должна рассчитать необходимые объемы вес груза, а также учесть специальные условия по доставке до клиента. Кроме того, одна из задач логистики – это оптимизация составленных маршрутов, которая может достигаться путем объединения заказов в одно транспортное средство. Совокупность данных требований может привести к задержке доставки, так как в логистике отсутствуют необходимые инструменты. Помимо этого, необходимость учитывать данные требования приводит еще и к нерациональному использованию транспортных средств. Это перепробеги или перепростой. Логистам также не стоит забывать об отслеживании перевозки. Как правило, встает вопрос, каким образом эффективно корректировать маршрут доставки. Требуется в режиме реального времени информировать диспетчера о прохождении каждой точки на маршруте. Диспетчеру необходимо аккумулировать все поступающие данные, анализировать их и в случае возникновения трудностей принимать решения по дальнейшим действиям. Ввод и передача данных в ручном режиме отнимает много времени и вызывает ошибки. Если все эти процессы не автоматизированы, компании приходится прибегать к интуитивным решениям, которые, как правило, могут быть неточными. Все это неизбежно ведет к снижению продуктивности сотрудников. И в данном вопросе автоматизация будет рациональным решением. Автоматизированные системы собирают данные о движении транспорта, времени доставки и стоимости перевозки и множество других факторов. Это позволит сотрудникам принимать своевременные решения, оптимизировать маршруты доставки и повысить эффективность своей работы. О том, как это сделать, расскажет Денис. Денис, тебе слово. Да, спасибо, Татьяна. Переключаюсь тогда к своим слайдам. Коллеги, итак, сегодня мы поговорим с вами об экономии трудозатрат на каждом этапе процесса управления перевозками. И возможно ли все операции рутинные полностью автоматизировать. В ходе вебинара наверняка кто-то узнает процесс своей компании, кто-то узнает себя, так как мы рассмотрим самый обычный процесс планирования рейсов логистом. Итак, с чего же начинает логист свою работу управления потребностями? В первую очередь необходимо определить пул заявок, которые подлежат маршрутизации. Рассмотрим, как этот процесс выглядит без автоматизации. Одним из самых длительных этапов является отбор заявок. Так как заявки могут поступать к логисту различными способами, это и электронная почта, и в печатном виде, звонки от менеджера, и нередко особое поручение руководителей. Чем больше источников, тем больше требуется внимания логисту на отбор заявок. Особо стрессовый момент – это получение заявки после часа X, то есть в момент планирования или даже когда планирование логистом уже выполнено. Об этих методах работы с рисками я расскажу чуть позже. После того, как заявки отобраны, логист переходит в процесс обработки заявок. И тут начинается самое важное – это проверка адресов. Верно ли указан адрес, указал ли менеджер фактический, юридический адрес, проверить, возим ли мы по этому направлению. Ну и также проверить, верно ли установлены временные окна в заявке. Требуются ли какие-то дополнительные условия по перевозке. Ну, например, необходима ли спецтехника, необходима растентовка, гидроборд, то есть какие-либо определенные условия и требования от клиента. Таким образом, логист может потратить до пяти минут на обработку одной заявки. А если количество заявок исчисляется сотнями, теперь вы сами понимаете, что время растягивается от двух часов и более на обработку полозаявок. После того, как мы с вами рассмотрели ручной процесс, давайте разберемся, чем может помочь ТМС в управлении потребностями. Это интеграция с корпоративными системами, порталом клиентов, а также торговыми площадками. ТМС позволит с первой минуты консолидировать все заказы в одном окне, то есть работать логисту в режиме единого окна. При загрузке заявки в систему, система сразу проверит, существует ли этот адрес в базе, то есть учтет всевозможные ограничения по адресу и клиенту. Но если же адрес будет новым, система его автоматически геокодирует и логисту останется только единожды внести необходимые ограничения. Таким образом, система начинает работать как единая база знаний, что позитивно влияет на компанию и снижает зависимость от сотрудника и позволяет экономить время своим логистам. Далее. После того, как все заявки обработаны, логист может переходить к самому длительному этапу, это процессу планирования. Почему же он самый длительный? По обычаю, логист всю необходимую информацию для планирования держит у себя в голове. И раз за разом возвращается к пометкам, сделанным на бумажном носителе. Посмотрите, пожалуйста, на слайд и оцените, как много действий и требований нужно логисту для корректного планирования, чтобы это все учесть. Чем больше требований и ограничений логист хочет учесть, тем выше риск допустить ошибку или же упустить важную информацию из вида. Если брать стандартный кейс любой компании, ручное планирование занимает от четырех и более часов. А это вы сами понимаете, что больше половины рабочего времени. В рамках автоматизации процесса планирования ТМС предлагает несколько видов планирования. И перейдем, начнем, точнее, с самого простого и удобного, по мнению логистов, это ручное планирование. Что же такое ручное планирование? Визуальное отображение заказов на карте, что и позволяет упростить процесс планирования и делает его простым и доступным. Это внутренние точки контроля по вместимости транспорта, по категориям ТМС, особенностям клиентам и учет временных окон. А также ручные рейсы в системе возможно оптимизировать, то есть оптимизировать составленные маршруты, что позволяет планировать рейсы более эффективны даже при ручном планировании. Вторым способом является статичное планирование, а именно планирование по расписанию. Расписание пригодится, когда в компании существуют статичные маршруты, которые выполняются с заданной периодичностью. Функционал расписания позволяет автоматически подобрать перевозчика, контролировать вместимость ТС, учитывать графики доставки, а также временные окна доставки, и автоматически рассчитывать стоимость перевозки за счет автоматического выполнения, и автоматически рассчитывать стоимость перевозки. За счет автоматического выполнения таких задач, планирования по расписанию, достигается стопроцентное участие логиста. А теперь давайте представим, сколько стоит час работы логиста. Тем самым мы с вами освобождаем сотрудника от рутинной работы, что позволяет дать сотруднику задания для аналитики, для построения более эффективного процесса. Ну и третий способ – это автоматическое планирование, которое позволяет учесть широкий спектр ограничений при составлении маршрутов, ни при каких обстоятельствах не нарушая их. Автоматическое планирование обладает высокой скоростью, отличительной особенностью которой является маршрутизация транспорта с учетом стоимостных показателей. То есть на выходе мы получаем оптимальные результаты по стоимости, то есть самые дешевые рейсы. Кроме того, автоматическое планирование поможет не только решить задачу динамической маршрутизации, но и решить задачу укладки груза в кузове, укладки груза на палету. Ну и как обещал, как же управлять рисками получения заявки во время и после планирования. Так вот, система позволяет не только уведомить о поступлении новой заявки в моменте планирования или после планирования, а также при решении маршрутизации появляется возможность не только планировать новые маршруты, но и допланировать заказы уже существующие рейсы, не нарушая ни одно из ограничений. После того, как рейсы спланированы, логист переходит в процесс обеспечения перевозки. Обеспечение – это поиск перевозчика, транспортного средства и водителя. Наверняка каждому приходилось сталкиваться с ситуацией, когда сотрудники приходят согласовывать финальный список рейсов, а у нас появляются вопросы из серии. А почему ты не взял «Газельку» и «Иванову»? Подумаешь, съездили бы два раза, но вышло бы дешевле. Или же второй момент. А может, погрузимся позже, а то Михалыч не довезет в такие сроки. Все это следствие неплохих навыков сотрудника или нежелания работать, а просто и банально не хватило времени для более глубокой проработки обеспечения. Мы с вами хорошо представляем данный процесс. Этому позвони, этому напиши, третий обещал сам перезвонить. А еще нужно не забыть каждые 10 минут контролировать данные на внешней площадке. Тем самым растягивается процесс обеспечения на неопределенное время. Ну и вот у логиста наступает дедлайн, когда просто приходится ставить точку. Пусть и даже не самую оптимальную. Давайте посмотрим, какие преимущества позволяет ТМС реализовать при автоматизации обеспечения. Это работа в режиме единого окна, автоматический подбор перевозчика на основании доли и тарифа, автоматическая отправка по электронной почте заявок на ТС при сформированном рейсе на данного перевозчика, возможности интеграции с внешними площадками и учет в взаиморасчетах с поставщиками. Далее. Далеко не в каждой компании существует такой процесс, как исполнение рейсов. Отслеживание перевозок. Но не стоит путать это с мониторингом транспорта. Обычно, если водитель не позвонил, клиент не поругался, менеджер молчит, и мы ничего не знаем про свою перевозку, значит, все прошло идеально, рейс выполнен. Но процесс исполнения рейсов настолько же важен, как и процесс планирования. Так как в ходе исполнения рейса рождаются фактические данные по перевозке. Например, время прибытия к клиенту, время разгрузки, факт передачи документов, фактический маршрут и так далее. Именно на этих данных строится вся аналитическая отчетность. Именно эти данные помогают стать нам лучше. И предлагаю более высокий сервис клиенту, что является конкурентным преимуществом. Давайте рассмотрим риски, с которыми сталкиваются наши диспетчера при ежедневной работе без автоматизации. Первое – это управление инцидентами по факту возникновения. Как я уже и говорил, пока у нас не случилась какая-нибудь проблема, логисты, и мы об этом ничего не знаем. Много информационного мусора. Всем известно, что у каждой компании, у каждого водителя в каждом отделе есть свои чатики, где они общаются. То есть здесь риски логисту упустить какую-то важную информацию, и данная информация пройдет мимо него. Сложная цепочка взаимодействия участников процесса. Здесь мы знаем, водитель начинает звонить диспетчеру, диспетчер-менеджер, менеджер-клиента. То есть цепочка растягивается и становится абсолютно неуправляемой, на что затрачивается большое количество времени. Ну и ручной ввод фактических данных в корпоративную систему. То есть всю ту информацию, которую нам удалось аккумулировать в ходе рабочего времени, нам необходимо еще перебить вручную в корпоративную систему. Ну и как я уже тоже затрагивал эту тему ранее, это отсутствие прозрачного контроля за ходом перевозки. Соответственно, давайте рассмотрим, какими способами позволяет контролировать ТМС исполнение рейсов. Это три способа. Мобильный клиент, это телеметрические системы, ну и, соответственно, ручной ввод данных от логиста. Каждый из этих способов дополняет друг друга. То есть с помощью телеметрии мы можем отслеживать маршрут, факт прибытия, убытия клиента. С помощью мобильного клиента наши водители отчитываются о факте доставки груза, о факте передачи документов, о каких-либо проблемах, случающихся в пути. Ну и всегда остается возможность скорректировать или исполнять рейсы в специальном рабочем месте логисту вручную. Это необходимо, опять-таки, для корректировки каких-либо неверных данных водителю. Ну, ошибся, не туда, ткнул. Или же, например, многодневные перевозки, которым нам не требуется отслеживать вот все вехи по перевозке, когда водитель прибывает, убывает, на каком этапе находится. Мы их просто закрываем, что рейс выполнен, груз сдан. Ну и переходим к заключительной части своего рассказа. Это аналитика. Не правда ли конец месяца или конец года звучит устрашающе? Все мы с вами знаем, когда у нас идет ручная работа, сотрудники выделяют целый день, а может это быть и до трех дней, чтобы подготовить отчетность. Какие риски при ручной подготовке отчетности? Это большое количество источников. То есть мне нужно поползать в корпоративной системе, поднять данные с бумаг, зайти в WhatsApp, почитать группы, что случилось-то и так далее. Ну и следующий вытекающий из него риск – это сбор данных. Это большое количество времени, чтобы подогнать, собрать, вот это, саккумулировать данную информацию. Ну и так как идет ручное перебивание данных из одной системы в другую, из Excel и так далее, в другие программы, возможно, некорректный ввод данных, что повлечет за собой некорректное предоставление каких-либо отчетных данных руководителю, на что в дальнейшем повлияет. Наш руководитель потратит еще больше времени, чтобы восстановить полную цепочку. Ну и, соответственно, это большое количество сводных таблиц. Все мы знаем, что при ручной автоматизации в Excel мы пользуемся пивот-таблицами, где пытаемся хоть как-то в какой-то степени свести информацию. Чем же помогает нам TMS при составлении аналитики? Первое. Так как все данные находятся в единой системе, мы можем анализировать исполнение маршрутов распоряжений, мы можем анализировать движение топлива. Также появляется возможность анализ маржинальности заявок, анализ состояния транспорта, но и аналитика в разрезе направлений перевозок. Откуда берутся преимущества? Это выгрузка данных в любом формате, так как единая база знаний, мы можем быстро выгрузить в любом формате интересующие нас данные. Пользовательская настройка отчетов. Любой отчет можно сконфигурировать по требованию пользователя, так как наши отчеты выполнены с помощью библиотеки СКД. Ну и low cost. Минимум кода и, так скажем, поставлю жирную точку, что отчет по одному клику. Итак, коллеги, спасибо большое. Я закончил свое выступление. Надеюсь, вам было приятно меня слушать. И мы переходим тогда к блоку ответы на вопросы. Да, коллеги, хотела бы еще сказать, что управление процессами в логистике – это сложная задача, состоящая из множества шагов и вводных данных. Все это трудозатраты, а сэкономленные трудозатраты – это в первую очередь сэкономленные финансы компании. Продолжение следует...